Самым знаменитым из снайперов Великой Отечественной следует читать старшину 1-го батальона 39-го полка 4-й дивизии 12-й армии Михаила Суркова. На прикладе его оружия не хватало места для зарубок, ведь он уничтожил 702 фашиста. Искусству меткой стрельбы Сурков учился с детства. В его родном поселке Большая Солырь, Красноярского края, все мужчины были охотниками. Тайгей Михаил выучился не только белку в глаз бить, но и умению бесшумно подкрадываться к добыче. Часами терпеливо ждать в засаде удобного момента, а также виртуозно читать следы. Все эти навыки сибирских охотников приходились ему на войне. Сурков не просто умел стрелять без промаха, он славился умением обустроить себе гнездо и проводить там в ожидании добычи много часов, ничем не выдавая себя. Мог по сломанной ветке или смятой траве определить, где именно затаился противник. Михаил Сурков прошел всю войну, а после победы работал у себя на родине председателем сельсовета.